Многие меня спрашивают, был ли я на день рождения у дочки, либо не был, подарил ей подарки, либо не подарил. Друзья, хочу огорчить вас. Нет, я не был на день рождения в Василиске, не получилось у меня. Ольга где-то писала в своих социальных сетях, что могу передать подарки через близких, товарищей, друзей. Так я скажу, Оль, я не знаю твоих друзей и товарищей, потому что я не знаю о чем. У тебя эти друзья меняются, как перчатки, каждый день. Я лучше лично уже передам подарки своей дочери Василисе, так же я ей прикупил и Софийке подарочки. Обязательно, когда удастся и будет та возможность, я обязательно подарю и порадую своих детей. Обязательно здесь добавлю какие-то комментарии именно тех зрителей, тех подписчиков, которые у нас есть. Пишут, почему меня не было. Вот вам такой мини-ответ. Меня не пригласили на этот праздник жизни, но я знаю, что моя дочка хотела, чтобы папа был там. Сейчас мне прислали статейку одну, я ее прочитал, и меня до всего улыбнуло. Что якобы я вот такой нехороший человек, не отпускаю свою жену на море. Оль, как я тебя хочу обрадовать. Езжай с Богом, я тебя отпускаю. Хочешь, беги, хочешь, лети, плыви. Вот все, что хочешь делать, делай, пожалуйста. Только перестань трогать меня, пожалуйста. В своих вот этих сторисах упоминать постоянно обо мне, что я такой нехороший человек, что якобы я тебя куда-то по мне отпускаю. Оль, я тебя отпускаю. Лети, пожалуйста. Только не трогай, пожалуйста, меня. Давай вот спокойно с тобой разбежимся, как в море кораблей. И все. Хорошо? Я думаю, что здесь какие-то комментарии уже излишни. Также хочу дать пояснение по поводу заблоченной карты. Ну, либо счетов там. То, что у моей жены заблокировали. И она говорит, что вот я такой негодяй, это сделал. Оль, вот схватит с больной головы на здоровую перекидывать. Ты все прекрасно понимаешь, кто тебе заблокировал твои счета. Судебные приставы. А почему заблокировали? Задать себе этот вопрос. Ну, наверное, здесь все понятно и читаемо. Ты ходишь по салонам красоты, делаешь какую-то рекламу. Понятно, качественно ты ее делаешь, некачественно ты делаешь. Люди тебе платят деньги. Потом, что там с этой рекламой что-то случается у тебя. Они просят вернуть, либо удалить эту рекламу. Понятно, потом эти люди начинают мне звонить, писать. Как, Дмитрий, выйти на вашу жену на связь? Я говорю, что извините, но мы два месяца уже не живем. Как бы мы разводимся. Понятно, потом я говорю, у меня нет выхода, потому что я везде как бы в ЧАЭС. Я заблокирован. Вот. Оль, если у тебя действительно какие-то есть проблемы там. Либо решай проблемы сама, либо решай со своими друзьями, со своим адвокатом. Либо, если есть у тебя вопросы, позвони мне, и мы решим эти проблемы твои. Потому что я, допустим, не понимаю, чем тебе помочь. Давайте, наверное, я на сегодняшний день дам последний крайний комментарий. Понятно, что вопросов очень много, а мало ответов от меня. На день рождения меня не было. Вот можете лицезреть, вот они все подарки. Но это еще не все, сейчас должны еще привезти. Я заказал там. Вот. Какая история? Молчали все, как партизаны, никто ничего не говорил. Ничего страшного. Ладно, проехали. Как говорится, схаваем эту всю историю. Я обязательно понимаю, когда будет суд. И обязательно, когда суд назначит мне порядок общения, я буду радовать своих детей чаще, больше. И буду проводить с ними столько времени, сколько посчитаю нужно. Вот. Без внимания их никогда в жизни не оставлю. Потому что я люблю своих дочек. Что Василиса, что Софию. Безумно их люблю, обожаю. Это мои две кровиночки. Я в этой жизни для них буду стараться делать все, по максимуму, чтобы эти девчонки стали лучше меня. Ну, наверное, вот такой будет ответ на сегодняшний день у меня. Субтитры сделал DimaTorzok